Родилась я в хутор Тарасов, отец мой Иван Иванович, а мама Александра Ивановна. Они жили, а тогда отца забрали в армию, мама жила сама со мною у бабушки. Мария Ивановна, приходилось ли вам сталкиваться с немцами? Да, жили у нас два немца, один Роберт, одного вот не знаю, забыла. Жили, они нам приносили шоколадки, приносили консерву, давали и говорят, вот мать, мать на маму, мать, мать. Вот надо было Сталина или этого Гитлера, Лопа Блок. У меня тоже двое, один Роберт, а у меня трое детишек. Вот такое дело было. И вот я не пойму, почему же отец жил, никто не трогал его. О, немцы ж были у нас и не трогали его никогда. И шел на работу как надо, всегда все, никогда не трогали. Мария Ивановна, скажите, какое самое страшное событие в время войны, помните? 44-й год. Голод был сильный. Очень сильно пахали, нас заставляли пахать, быков гоняли. Не пахали, а быков гоняли. Встанешь, цоп, да не достанешь кнутом ни собаки, а он никак не хочет идти, встанешь запрягать. Одного вроде за носу усунул, а другого поднимаешь, а он той выпрягся. Да по ногам, да плачешь, да тяжелые сильно были ярмарки. Как они, баки бедные ходили, шеи, кровь бежала, шеи. А мы гоняли, пахали. Четыре класса я окончила и пошла, нас послали на дорогу. Вот соленый или как, туда вот, советский, туда и был колхоз. И нас послали дорогу делать, мнасып, по девять человек нас было там. А сколько вам было лет? Мне было вот тринадцать, четырнадцать лет, и послали. Война же кончилась, мне тринадцать, а в четырнадцать я послали нас. И то мы там носы делали, эти тюремщики и мы. Мария Ивановна, скажите, как вы одевались во время войны? Чем вы обогревались, что вы ели? Обогревались курайом, рвали курай, курайом топили печку. Одевались, мама на волку эспирины. Заходилась, мне платья пошила. Отцу жакет перешила, теплый уже у меня был. Уже гоняли быков, до самой же глубокой осени гоняли быков. Так уже у меня жакетка была. Краю в этом постели, в ямке, где пашем. И вот греися там, перегревайся. А так, я же говорю, очень ели, не дай Господь, что ходили, что ели. Не дай Господь никому. Сохрань Господь, помилуй всем. Дай Бог вам, чтобы вы все живы. И все было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.